Праздник искусства состоялся в стенах картины галереи Черкеска. 25-й раз там прошла защита дипломов выпускников отделения ДПИ Республиканского колледжа искусств. По традиции это был необычный экзамен, а демонстрации изделий, над которыми студенты работали не один месяц. Подробности у шерифа Тлепшоковой. За 26 лет существования отделения только в прошлый пандемийный год защита дипломов была проведена онлайн. Вне стен этой галереи. Безусловно, работы такого уровня – украшение для любого зала. Почти всем выпускникам еще не 20, но они уже сложившиеся мастера. Об этом говорят их работы. Поэзия орнамента Давида Наваяна не оставит равнодушной даже взыскательного эстета. Больше полугода молодой человек работал над деревянной декоративной ширмой. Вместе со своим научным руководителем Давид готовил эскизы, кропотливо обрабатывал каждый сантиметр дерева. И как результат, ширма – настоящее произведение искусства. Были различные польские орнаметики для работы. Мы перепробовали с нашими преподавателями самые различные варианты. И в итоге остановились на одном аналитике, который чередуется по всей ширме. Очень глубоко он изучил выбранную тему. Технология, техника – все здесь изложено. Кроме того, что технически сегодня мы смотрим, я считаю, что эта работа является одной из лучших, которые я многие годы наблюдаю в этом колледже. Шахматный стол и стулья Малька Гибенова, выполненные в этническом стиле, также были высоко оценены комиссией и зрителями. По признанию заведующей отделения Эммы Лапуговой, за все 26 лет в День защиты дипломов еще никто не получал четверку, только высшие баллы. Но за работами студентов скрывается огромный труд преподавателей. Это они возрождают народные промыслы и передают свои знания ученикам. Тому пример – образцы золотого шитья Зимфиры Хапсироковой. По многу часов девушка сидела с иголкой и нитками, чтобы идеально отобразить рисунок, понятный каждому жителю нашей республики. На Кавказе издревле ценились мастерицы золотошвейки. Зимфира достойно продолжает их традиции. Высокая оценка была дана и гончарной керамике Натали Длжевской, а также художественной обработке соломки, войлочным работам, росписи ткани, ручному ткачеству. Всего были представлены работы 11 выпускников, а это значит, что в республике на 11 мастеров стало больше. Выпускаем сегодня замечательных специалистов. Я вообще считаю, что наши дети – это золотой фонд нашей Карачаева-Черкесии. Золотой фонд. И вот 26 выпуск у нас, 250 мастеров мы выпустили. Очень, конечно, многие остались, работают в художественных школах. Почти все художественные школы насыщены нашими выпускниками. Рекламные агентства, но их же не так много. Вот сейчас с нашим министром культуры, с Радом Замиревичем, мы думаем об этом. Как удержать наших детей, чтобы они не уезжали в республики? Развитие колледжа для нас, конечно, это сейчас самый большой приоритет. Мы с коллегами, когда общаемся, анализируем, почему у нас столько сложностей в сфере культуры, я думаю, что прежде всего проблема в том, что разрушилась, к сожалению, вот эта пирамида образовательная. И вот сейчас очень важно, чтобы сегодняшние мероприятия, а это демонстрация того, чему учат в колледже, что могут делать выпускники нашего колледжа, нужно, чтобы увидело как можно больше людей. Министр также сказал, что в скором времени республику посетят архитекторы из Москвы и Голландии. В рамках реализации проекта по улучшению работы типовых ДК они обязательно встретятся с нынешними выпускниками колледжа, чтобы обсудить, а возможно и реализовать их идеи. Шерифат Лепшокова, Рашид Токов, Вести Карачаева, Черкесия.